привет зритель сейчас у меня будут пустые баночки сентябрь-октябрь правда сейчас уже 1 ноября и у глебушки день рождения возможно тут попадется пара пустых баночек еды я их переложу потом другой пакетик и я их наконец-то все-таки обозрю постараюсь до конца года по не мере ближайшую неделю потому что меня уже напрягает этот бардак так я не помню обозревала я его в пустых баночках или нет но он у меня тут вылез внезапно это эйван к тонус ароматом банана лосьон дотила для всех типов кожи 400 миллилитров просрочены где-то на год но еще с ним пока он еще был не случилось он нормально так увлажнял пятки мазала то все в общем он у меня весь наконец-то закончился это подарок от подписчицы лёли за что и огромное спасибо приятно пах бананом хорошая консистенция мне вообще нравится лосьон эйван кэн он такой огромный и лосьонами мажешь только когда у меня сухие кусочки кожи бывают ну или стянутость кожи после душа полноценная такая у меня закончился чудесный крем я его по большей части использовала как крем для рук как крем для тела иногда как крем для ног и нога как крем до лица это универсальный такой крем подарок от подписчика сергея с прошлого года по-моему мне дарил гималая индийский крем интенсивно увлажняющий крем с природным витамином е ростки пшеницы и сладкий миндаль обалденный классный кремик баночка сколько 50 миллилитров я его с собой брала в деревню но доделала уже на сухие кусочки кожи после душа когда стало холодать обалденный так очень приятно пахнет он мне напоминает и фрошевскую ромашку такая у него была баночка 125 миллилитров а еще по 50 миллилитров маленькая такая круглая с ромашкой камамиль кажется что-то там я не знаю фрошей еще выпускает я уже года четыре если не больше и прошение покупала сама но как-то мне дарила подписчица наборчик такой крем дорог был и бальзам для губ которыми я все еще пользуюсь у меня тут закончилось средство которое было кажется в шорце я еще нарек писала не отзыв это лалиф был у нас косметик восстановление плюс витамины сырок для регенерации и витаминизации кожи с экстрактом ламинарий молочными протеинами комплексом церамидов и алоэ вера я его покупала специально чтобы попробовать вылечить прыщики которые у меня внезапно выскочили как потом выяснилось они у меня выскочили потому что стала лопать снова хлореллу и спирулину в этот раз она у меня была от веганного и в общем как-то очень хороша она так ушла я еще потом на реке опять же нашла отзыв про то что акация иногда от хлореллы со спирулиной или от всех вместе или по отдельности может пойти сыпь и в общем у меня пошли прыщи на лице на спине немножко у меня так было когда у меня был процесс очищения организма уже не помню от какого чая может быть от пуэра и тоже шли но в основном на спине а на лице у меня значит тут был он еще чуть-чуть остался но уже практически можно сказать практически его нет на щеке было еще где-то сыпь была конкретная такая на ощупь ее было ощущаешь а внешне было ну практически незаметно потом еще какие-то прыщи и она на 16 день мне практически помогло полностью какие-то у меня прошли совсем но я снова лопаюсь хлореллу спирулину периодически у меня подружка приносит что-то к чаю а там какой-нибудь невнятная ей и хорошо если без пальмового масла но пальмовое масло мне почти не дает она дает нечто иное ну в общем сейчас у меня снова ведь какие-то мелкая сыпь но эта штука реально не на нее возлагала надежды не зря это кстати русская косметика у меня уже третья по счету это сыворотка одна сыворотка мне вау восторгов не не было но она еще не в пустых баночках но она мне помогла действительно от кругов мешков под глазами вот она потом в уходе на ноябрь а это я сейчас покажу там были прикольные такие ампулы единственно мне неудобно было ими пользоваться почему неудобно ну смотрите не во первых я к сывороткам которые руками наносить и ну на лицо пипеткой а потом руками распределить познакомилась с этими сыворотками сначала благодаря полине потом но там как-то она более густая консистенция не было такого а вот именно жидкие сыворотки впервые я познакомилась летом этого года тоже это было лалиф она уже давно по моему было пустых баночках может быть было пустых баночках лета сыворотка номер один гиалуроновая кислота увлажнения там сечет а сколько-то гиалуронов 4 что ли и когда жарко она очень хорошо увлажняет и можно не после нее можно использовать ее можно использовать как базу под макияж это кстати тоже точно так же можно исполнить через 10 минут надо наносить крем по желанию но я на то не использовала а вот с этой я использовала какой-то капли осталось так вот вот это вот она вот этой штуки хватает на 24 применения мне хватало на 4 применения иногда даже на 5 после вскрытия она живет 10 месяцев я в отзыве написала что вот ну можно же что-то другое придумать короче я просто ссылочку оставлю закрепленном комментарии возможно в инфобоксе на свой отзыв на эту хренатень гляньте если интересно не будут на ней долго время застать просто у меня как обычно на внезапно на флешке места мало плюс я еще обнаружила что у меня оказывается есть не смонтированный мунбанк зеленый шаурмой и наверное еще не смонтированный мунбанк из деревни вот было там таких 10 ампул они наверное у меня в паке в этой сумочке будут попадаться у меня закончилась жидкость для снятия лака лафреш без ацетона серьезно шли без ацетона ацетат какой-то есть ну видимо да она без ацетона жидкость для снятия лака сроком до января 24 года я даже не знала что у него какой-то там срок был это я в магните покупала периодически тут какая-то ау вау тут какая-то капля осталась у меня как раз немножко ноготь стерся можно было бы этой каплей заюзаться и покрасить этот ноготь получше ну в смысле это у меня лечебный кстати лак фреш или как он там френч френч кажется торнозон покупала я заказала себе на вайберс большущую какую-то литровую жидкость и еще карандашик специальный ну ручку чтобы ее заправлять и когда лак попадает на кожу вместо ногтя смывать было удобно то ли на сон заказала то ли на вайберс честно не помню потому что что-то у меня столько заказов сейчас это зоны вайберис висит текой мелочевки ну себя же надо любить там уже недавно все-таки наконец-то спустя полтора года вывела свою эту зарплату ютубную может для кого-то и немного для меня 121 доллар 64 цент это вполне себе нормальные деньги короче в общем у меня вот это закончилось сначала хотела магните купить а раньше на рублей по 40 сейчас наружу больше чем 40 40 я что-то подумала может купить большой какой-нибудь объем ну чё вообще есть на вайберис на зону но и заказала в общем вот это у меня штука закончилась тут буквально на пару раз осталось но я хотела же пустые баночки записать как обычно я планирую там ну вот в конце месяца ну то все пятое десятое 10 дней практически спала по часу по два иногда трое суток не спала я же понедельник прошлое ездила в я рек никому не сказав но потом в стриме про это сказала короче говоря у меня проблемы были со сном и я вчера вырубилась последние дни как-то не успевалось а потому что надо было ну дела всякие были так вот у меня тут осталось буквально на два-три применения его использовал исключительно вечером отдельный отзыв на него есть на рекомент я оставила также скину ссылочку если хотите почитайте очень классный кремик мне очень понравился единственное что он тут этих 40 миллилитров хватает ну где-то на деле недели на две а так как он у меня тут несколько дней валялся в пустых баночках и я юзала другое средство то соответственно вот ну его реально хватило бы на две недели это у нас битекс клин скин для проблемной кожи 24 часа легкий крем для лица увлажнение и мотирование с эборегулирующим действием это мне одарила подписчица лена которая живет в пардонс хотел сказать москве во франции это белорусский крем ну в общем классный кремик спасибо лена очень классный мне понравился он мне реально он мне помог вместе с этой сывороткой которая вот уже упала вниз вот эти прыщики он они сыворотка вместе за четыре дня мне этот прыщик на щеке убрали который никак и тут подсушили и он от не он матирует этот крем утром просыпаешься кожа увлажненная когда вот умываешься ну смысл встает уйдешь умываться она реально увлажненная как бы новых прыщей не возникло старенькие немножко до убрались а тут тоже буквально на пару применений осталось она у меня на кухне будет стать я его делаю это у меня сотрудничество с аптекой апрель случилось серия коллаген крем для рук очень классный увлажняющий хороший крем с коллагеном гунжутным маслом я все думала что это так называется фирма коллаген оказывается фирма называется две линии и производства биск три месяца после вскрытия но у меня конечно дольше был после вскрытия потому что когда у меня в апреле было сотрудничество с апрелем он у меня лежал летом на кухне потому что я была в деревне он короче у меня лежит на кухне им очень удобно пользоваться нейтрально приятный аромат очень хорошо в общем увлажняет ручки что такое классный кремик так у меня тут закончилась тут уже вот водичка осталась потому что я последние остатки вымывала это веления профессиональная косметика шампунь березовым дегтем экстрактом крапивы российского производства в питере кажется сделано до 330 миллилитров очень хороший шампунь был но у него в общем срок был до октября этого года и он после вскрытия живет 6 месяцев у меня он был открыт чуть больше чем 6 месяцев и он постепенно сгущался мне приходилось уже не один но один раз нажала дозатором и вот этой капельки хватило а из-за того что он сгущался мне на было три-четыре капельки а потом я тупо долила туда воды взболтала и он снова стал жидким нормально промывал волосы можно было иногда даже раз в три дня мы теле даже бывало все раз четыре дня так как я и в деревню с собой не брала и мыло им только когда была здесь а я половину лета туда-сюда так получилось что в получилось наконец-то было в деревне ну в общем у меня соответственно его надолго хватило но он из за счет того что вот эти 330 миллилитров по одной капельке он довольно экономичный хороший я не помню что-то он 450 что ли стоит или как-то так но вроде бы эта косметика только вот на эти вели не продается я на вайберис на зону ее пока не видела вот если бы они продавались на вайберис а зон можно было бы купить ну просто не набирать нам на минимальную сумму бесплатная заставка или как-то так а купить то что только то что нужно мне еще в использовании их на уход следующего минуту ноября как раз пока следующий момент сейчас он уже начался на на уход ноября мне еще остался кремик для ног и сыворотка клёвая чем вот такой хороший шампунь только сейчас гляну думаю что он бликует туда кольцевой лампы чтобы его видно было короче вот у диджая вышла третья версия и она мне не нравится и я ночью обнаружила что на диджая можно писать шортсы только надо специально ставить эту камеру на угол 90 градусов я тут страдала что мне надо бы это какую-нибудь камеру для шорсов но вспомнила что у меня есть маленькая камера которая в прошлом году покупала она как-то не прижилась и про нее все забыли и обзор так и полноценное не сделала только в стриме в каком-то показала этот си джекан c100 которая без плюса но вот в статичном положении она действительно неплохо записывает причем даже именно вот шу шорсу только на придумать как ее ставить нормально потому что сейчас она у меня держится на прищепке который покупал за этой камеры стоит сзади за прищепка на кольцевую лампу присобачиваться точнее на штатив от кольцевой лампы я списала некоторые шорс которые потом будут на канале но и что-то еще будут в инсте вот этот кремик я покупала сама на дурацком сайте beauty patch я буду может им отзыв на арик написать они мне за тот период времени как когда я сделала заказ путь-фу тук-тук где там деревяшка слышно на работ у меня правда микрофон на меня направлен по идее должен как бы уловлить короче они мне раз сто спамели куда угодно меньше конечно чем сто раз тридцать наверно ватсап может и сто потому что на мыло они мне спамили вообще с разных номеров и мейлов купите то купите все я думаю блин я помню как у вас первый заказ дала как то уже это как то уже и не хочется короче когда заказывала на на сайте называлась как рорек а я чё хотела рорек мне полина дарила набор кремов рорек полина если это не ты дарила дай сдать камень ты можете эти 100 не перепутала но мне кажется это ты дарила короче мне кто-то из подписчиков моих дорогих дарил набор кремов рорек и там был такой крем с авокадо и мне он что-то так понравился что я решила увидеть когда он закончился у меня я решила заказать на блюде патчах чё там набор как раз какой-то был авокадо пришел мало того что он не рорек эйч ц эйч а н а хрен знает но тоже китайская какая-то дизайн такой тут может пол капли осталось а он у меня был то в деревне то велосипедной сумке я как раз руки еще сегодня после того как тут то есть помаду жидкую матовую которая особенно на губах немало вороты машина такая термоядерная что мне даже не до конца еще стерлась а пришлось постараться чтобы смыть этот соч ну короче говоря хороший кремик хорошо впитывается такая перламутровая консистенция очень отличается по консистенции от оригинала я не знаю про все кто у них оригинал рарек или вот эти кто с кого с коммунизм дизайн и все такое оно хорошо впитывается увлажняет все такое клёвый кремик ну вот ну как бы это желание немножко другой но он не виноват что жила немножко другой в общем увлажняющий кремик увлажняющий эластичный кремик для ручек авокадо с бьюти патчей там на один раз осталось я сейчас отложу те которые на один раз осталось чтобы их до юзать эти которые уже лежат на полу коробочка я думала а вот и где она была я думала что она закончилась закончится но она не закончилась поэтому она будет выходит в следующем видео я эту коробочку восстанавливающую питательную сыворотку от ботавика для чувствительной кожи шах номент 3 интенсивный уход положу другое место я просто забирала бумажные коробочки чтобы свести в сад на сожжение а вот это у меня там есть и бутылочка это сенам лимонное масло честно сказать как то я не прониклась но но пахнет знаете таким вот масло льняное техническое для промо для быть вытирания масляных красок с кисточек масло которым промасливают деревяшку можно допустим использовать для этого перри жареная подсолнечная маслица в общем она отдавала деревяшкой и у совсем отдаленно лимоном такая хренатень если не забуду что вот эти масла какая-то ерунда больше такое не куплю вам тоже не советую коробочка пойдет на сожжение а бутылочка попадется еще где-то тут так перекись ну в каком-то плане паре ранили ручку полили перекисью вот счастье кто-то мне в комментах и зрители писал что именно перекисью излечил свои плечи а я и уши промываю побольше честь там возможно еще дофига баллов плавая кончиков таких попадется тут тоже на пару раз осталось зубной пасты но я как говорил уже в начале где-то там в начале видео что планировала пораньше эти пустые баночки записать и думала что до конца месяца я ее сюда делаю но месяц закончился баночки я пишу в ночи уже в раннем утере в раннее утро где-то 5 чем-то утра так получилось что в 12 05 проснулась ночью и не уснулась больше пустые свои баночки сентябрь октябрь в общем это красная цена защита от кариеса зубная паста из пятерки из 40 короче 50 рублей без копейки на мне обошлась пардон 9 месяцев после вскрытия 100 миллилитров я даже и от отжимала в контейнер брала с собой в деревню потому что меня тогда закончилась какая-то паста там деревня но в общем она там еще немножко уже даже еще лежит до следующего года пары на 2-3 раза осталось нормально такая мятная зубная паста бюджетная зубы от нее хотя слушайте может и выросли у меня я тут пару месяцев назад заметила что у меня там не молочные постоянные зубы которые в шестнадцатом году начали прорастать потом зазнули потом снова как-то в час по чайной ложке в год по чайной ложке но короче они немножко в некоторых местах увеличились так что если у вас молочные зубы смотрите может у вас вырастут постоянные так это у меня как раз еда я перепутала и положила не туда тут по ходу дела тоже еда какая-то и это еда а вот это не еда у меня закончились палочки ароматические я бы с удовольствием получила на обзор в подарок ароматические палочки ароматические палочки я их по-моему на зон покупала тогда а муж на вайберсе уж не помню они чем-то таким непонятным пахли но я все время забываю что периодически осенью весной да в любое время года иногда знаете сидите так сна как бы даже если выспались ощущение что сонная муха в китайском пьяная сонная муха в китайском квартале простите китайцы я вообще вас нежно люблю вот сравнение такое и если вспомнить вовремя что включить зажечь арома палку затушить и она будет дымиться продымится полчасика или сколько этом иногда некоторые вообще за 10 минут и дымляются и бодрость сама тебе к тебе придет вместе с этим дымом от арома палки тогда будет всем счастьем в общем хорошая лома палочки черт знает чем они пахли у меня тут бальзамчик был пробничек это от леночки из франции опять же это и фрашевский бальзамчик прикиньте и фрашевский бальзамчик сделаны во франции для французов тут по-русски не бельмеса по-моему вообще ничего нету короче меня по-моему такой бальзамчик а может похоже я же давно не покупала от фраше был короче очень хороший бальзамчик для волос ну после мытья спасибо леночка это тоже кстати от леночки мне казалось что тут на 2-3 применения потому что он очень густой но я потом как-то приноровилась и у меня хватило на 5 применения это кевин марфи 40 миллилитров 12 месяцев после вскрытия рестор сто процентов что-то там прикольная такая баночка простите что я делаю вообще вот такая баночка бальзам для волос очень классно он очень густой был но тем не менее мне был сам волос от него в восторге так это чем меня я думала что она закончится но так получилось что мы не нашли с ним общий язык просто как бы этот шампунь и твердый тоже от леночки он требует бальзама а у меня сейчас бальзама нет я сейчас пользуюсь только сывороткой спреем а то стоишь чтобы волосы легко расчесывались ну и когда я просто пользовалась бальзамом а потом еще поверх сывороткой это был полный какой-то ну как-то перебор они были без объема были как-то не пойми чё я думала что он был пусты баночках потом я думала что может не стоит его юзать но вообще 24 месяца по моему может может тут жить до 24 месяца после вскрытия короче я его даже какое-то время пользовала как мыло вот как мыло на шикарное для жирных тонких волос без бальзама но очень сильно высушивают волосы вот сначала она мне как-то пару раз нормально было а потом закончился один шампунь дела вот этот и они нереально им требовалось какое-то вот увлажнение я пока наверное не знаю я может его все-таки уберу обратно можно же эту коробочку и потом куплю себе просто бальзам для волосы буду его юзать бальзамом для волос но сейчас у меня пока в уходе идет в использование другой шампунь короче вот оно полупостая баночка положили пока туда накрывать эта коробочка от крема за рук вот этот коллаген коробочка пойдет на сожжение тут кстати были экстракт календулы кунжутное масло экстракт джиншини гель для душа эйвана апельсиновый твист с ароматом апельсина из жасмина эвансенса 250 миллилитров это подарок от подписчицы лелечки очень хороший гелик он мне понравился но мне вообще нравится в принципе ивановские гелики был период когда не очень нравились некоторые из них но по большей части мне они нравятся и вот он закончился здесь осталось буквально на раз я принес совершенно забыла потому что она мне лежала в холодильнике на верхней полочке я большую часть времени летом была в деревне и когда приезжала мне тупо было не до маски я как-то про него думала маску надо нанести на лицо забыла она живет шесть месяцев и после вскрытия 6 месяцев но она мне пришла уже как бы ей оставалось пять месяцев жизнь ну знаете тут она как бы вся такая супер натуральная у меня как-то была самопальная маска на глине сделанная на пару лет жилось и ничего не стало еще какой-то шерамикс консервант который не помню где-то еще указывался использовался то маска для лица на черной глине и водорослях молка-молка она мне тоже помогала в купе сывороткой от лалиф с двумя другими масками от свис и мэйдж и и маш пардон они говорят что правильно называть свис и маш я у нее в группе вконтакте прочитала короче вместе с маской свис и маш со скрабиком свис и маш с маской батавика с этими средствами батавика с которыми были с с сывороткой этой ларифы и кремиком кремик там еще французский один барби грин что ли что такое но он еще не в пустых баночках короче вместе вот с тем с кремиком от бериты а я вместе с ним с этой штукой боролась от прыщей она мне тоже помогала она хорошая такая прикольная маска тут осталась буквально на одно применение я думала что и заюзаю после обзора пустых баночек но вот так как она мне лежала в этой сумочке я ее заюзаю же попозже но она все равно пустых баночков потому что тут реально осталось буквально на одно применение я ее еще немножко водой разводил что на к это супер густая была и производитель лучше можно водой развести классная штука короче у меня еще там есть где-то скрабит пробник от них но я чё-то как-то руки все не дойдут до него чего нет я думала что он будет пустых баночках но он еще не закончился контур века но это просто выкинуть ну смысле насажение коробочка у меня тут очередная перекись вот сейчас пойдут эти ампулы так как коробочки была одна то сейчас тут должно быть еще 9 штучек очередная перекись о у меня тут маска для губ это от тонечки лип маск садоед маски с каким там патчи для губ прикольная штука вообще такой интересный эффект на губах увлажнение хорошее это еще дозу и дозу уж не знаю маска для глаз называется но бьюти патчи патчи короче для патчи для глаз обычная патч это тоже по моему от тонечки какие-то у меня были в этот с углем они у меня были уже давно в пустых баночках это от это и от апреля потом какие-то у меня были с бьюти патчи по моему эти патчи но по моему большинство патчи у меня было вот именно от тонечки короче мне еще там какие-то даже остались черная улитка это как раз бьюти патчи покупала масочка хорошая маска у меня таких еще одна должна быть никому не подарила или сама не заюзала то самое масло которое пахнет деревяшкой немножко лимоном лимон масло лимонное в кавычках до эфирная будем до февраля до 25 года до октября 25 года но как-то в общем не сложилось с ним еще две тут у меня буквально на ну вообще тут осталось вот максимум раза на четыре применение это бальзам для губ под конец он стал более мягким это бьюти визаж коллагеновый бальзам для губ омолаживающий 5 в одном от подписчика сертия хороший бальзам но он сначала очень туго наносился даже когда было очень жарко он как-то не знаю что он взял вообще никак а когда он совсем совсем закончился он стал наноситься хорошо и мягко и он реально так увлажняет губки кто ж не знаю что-то налаживание чего у нас тут а у меня тут ланком ты чё вообще кто-то из них был сывороткой кто-то из них был кремом я уже забыла это оба тут виши и ланком это от леночки из франции кто-то из них помада это крем для глаз по моему а это у нас кто это тоже что-то для глаз может сыворотка фигур знает вот прикольные штуки вообще так что у меня тут руки а еще третья штучка еще эти амбулы от ларив и тут еще ланком а тут просто розочка тут нет ничего какой-то из них был по моему крем дневной то это вообще наверное это сыворотка это крем ну кто-то короче из них или для набор смотреть дай в камень ты знать что это потому что у меня твоя бумажка с надписью чё еще лежит в другом месте за ней надо идти так чем я тут а у меня еще закончилась эфирное масло моих любимой компании натуральное масло которые можно купить на лайтбрис на зон не знаю а еще я стабильно их покупаю в аптеке розмарин эфирное масло натуральное масло очень хорошая штука очень хорошие масло слушайте люди по ходу делаю это все в общем вот это все мои пустые баночки за сентябрь-октябрь 2023 года если хотите поддержать канал можете это сделать где-то будет облака справа слева сверху внизу если хотите мне что-то задарить то я буду рада сделаю обзор скажу вам спасибо но если вы чем таким пользовались если что-то вам нравилось не нравилось короче любой комментарий можете обещала какое-то видео записать но забыла и никак не запишу просто можете мне дать знать в каменты напомнить я не кусаюсь даже бываю правда иногда уставшая рябку и но я стараюсь сейчас не рябкать либо не читать когда я уставшая с тем поставлю сердечки ну это всем пока